добрый вечер слава богу благодарим вас за ваши жизни за ваши сердца у меня есть четыре разных проповедей в моем уме я могу преподнести вам все четыре очень кратким образом хорошо я не знаю как будет протекать это проповедь но в любом случае вы обучитесь чему-то вы сможете также развить их сами первое послание из солма 63 откроем этот псалом какое у нас было великолепное утро с пастором кевином луисом он здорово потрудился послужив нам весьма сильно в духе этим утром поделившись о непостоянстве мы переживаем сотрясение в нашей стране и слышим разные голоса видим разные движения и направления я слышал о некоторых беспокойных вещах сегодня в обеденное время мы поговорили о том что когда происходят революции зачастую сносятся статуи переписывается история избавляются от старого происходит попытка совершить нечто коммунистическое в нашей стране у нас есть тождественность которая очень сильно укоренена в нашей вере у нас есть история оживлений школы университеты у нас также есть нечто традиционное и драгоценное для нас это когда мужчина влюбляется в женщину давайте сделаем здесь небольшую паузу это великолепно мужчина влюбляется в женщину у них появляется семья один ребенок или двое или больше шестеро или семеро у них появляется семья у них есть также праздник 4 июля они едят гамбургеры и сосиски развешивают флаги они поют об америки и свободе они приводят детей в школы обучают их приходят в церковь обучаются христу обучаются любви возлюбите вашего соседа как себя в нашей стране есть более чем одна партия у нас не одна партия у нас есть более чем одна партия две партии часть меня говорит было бы здорово иметь три четыре пять или семь партий я ничего не знаю об этом и поэтому не могу сказать больше но одна партия не может существовать мы не можем все говорить одно мы не можем все верить в одно и соглашаться на одном это нереально этого не может быть молитесь за меня я взволнован возбужден я не хочу терять то что я действительно хочу сказать сегодня церкви я работаю над этим но если вы прочитаете псалом 63 это будет трехминутное послание я просто укажу вам некоторые пункты пожалуйста покажите на экране псалом 63 первый стих услышь божий голос мой в молитве моей сохрани жизнь мою от страха врага мы не можем пребывать в страхе врага укрой меня от чего от замысла коварных есть коварный дух злой дух коварный и злой дух это одно и то же это злой дух против людей против бога этот злой дух действие виден в различных местах в различных путях в различные времена но мы не боимся его укрой меня от замысла коварных я хочу чтобы вы заметили кое-что вы можете отмечать это в своих библиях если хотите и позже провести изучение посчитайте вещи которые могут совершать коварные люди первое тайны замысел коварных стих 2 вы видите это замысел коварных какой замысел что это значит это тайны замысел не все включены к доступу этой информации это тайны замысел он закрытыми дверями только для избранных людей у них есть стратегия они совершают что-то я изучал о Джоне Уилкси Бутти из Белль Эйр штат Мэриленд он пошел в дом мэри Сурат на юге штата Мэриленд за последний год своей работы в качестве всемирного известного актера он заработал 20 тысяч долларов в то время это были очень большие деньги затем он взял один год отпуска чтобы встретиться с заговорщиками которые хотели убить трех человек в правительстве Линкольна вице-президента госсекретаря они создавали стратегию в течение года было ли это тайной да это был тайный совет они создавали план стих 2 часть Б от мятежа злодеев которые изострили язык свой что это значит изострили свой язык заострили свой язык как меч напрягли лук свой изъявительное слово они планировали стратегию своих слов своего вокабуляра как они могут причинить вам боль они планировали стратегию своих слов они создавали острые слова они обучились тому что гомофобия является словом это острое слово есть многие другие слова в их словаре например жизнь чернокожих важны это очень хорошее предложение позвольте мне сказать кое-что пожалуйста не поймите мне неправильно конечно жизни чернокожих важны но если вы найдете их организацию в гугл почитаете о них и увидите что они как бы ждут затаив дыхание чтобы словить вас на крючок крючок заключается в гомосексуальном лобби трансгендерном направлении и в нетрадиционном браке нетрадиционный брак есть две отдельные вещи жизни чернокожих важны это одно но гомосексуальность это другое это не одно и то же это стратегия зла они вычисляют как это делать своими словами пожалуйста молитесь за меня потому что сегодня я не могу избавиться от этого пастор кевин льюис помог мне у него была проповедь у меня была также я говорил то же самое в конце мы хотим обновление ума я сказал что у меня четыре проповеди сложившейся ситуации мы будем рассматривать одну стих 4 чтобы в тайне стрелять непорочного как в тайне представьте большой завод кто-то на первом этаже будет стрелять стрелой в кого-то в другом здании на другом этаже какой звонок они делают они делают тайный звонок кому они звонят начальнику этого человека на четвертом этаже парень на первом этаже стреляет стрелой вас теперь вы в проблеме вы даже не знаете откуда эта стрела такова стратегия зла происходящее в мире в котором мы живем это происходит в больницах в правовой сфере медицинской сфере полиции в районах на станции это происходит в политике церковной жизни это происходит в скаутском движении это происходит повсюду в этом мире есть активность злого языка также работа зла и лот жил содоме и гаморе это другая моя проповедь из 4 я хочу сказать что люди окружили его дом выломали его дверь не оставляли его в покое во второе петра 2 7 сказано что это утомляло его я хочу прочитать вам что значит это слово катапанео значит утомлять истощать приводить в отчаяние угнетать сильно расстраивать как лот жил содоме и гаморе под угнетение он лез из кожи вон под бременем расстройстве потому что эти люди давили на него они не отпускали его они давили на него я чувствую это я не знаю о вас но я говорю это вам потому что мы церковь у нас происходит нечто чем мы весьма определенно наслаждаемся мы наслаждаемся тем что является чудесным мы наслаждаемся истиной во внутреннем человеке мы наслаждаемся этим мы как авель в истории с каином и авелем это другая проповедь из четырех история история авеля и каина показывают что каин был глубоко раздосадован а авель нет авель конечно был хорошем расположение духа и обогрел он поклонялся он был тем кто поклонялся но есть много людей вокруг нас которые не поклоняются они завистливые ревнивые сердитые сеющие расприи фанатичные у них дух разделения групп они сеют расприи они манипулируют они жаждут власти жаждут материальных ценностей они также могут быть весьма сильно очень сильно управляемы чем-то например мир в котором мы живем является невероятным это невероятно что крупные корпорации как икея крупная корпорация как старбакс и другие корпорации отдают миллионы долларов для гомосексуальной программы да вы что оставьте меня в покое я влюблен в замечательную женщину на которой я женился 44 года назад пожалуйста оставьте меня в покое я люблю мою жену оставьте меня в покое я люблю своих детей кстати я хочу чтобы у меня были внуки у меня их не будет если мои дети будут гомосексуалистами точка кстати я спид по-прежнему очень активен и растет он по-прежнему распространяется спид это распространяющийся половым путем вирус который причиняет боль и убивает людей я просто не могу извините меня я не извиняюсь я знаю что вы пришли услышать не это хотя это тоже я не говорю что мне все равно что вы думаете давайте проясним это я хочу сказать что мне не нравится говорить такие вещи мне это не нравится с другой стороны мне нравится это но вы должны следовать за мной хорошо поэтому продолжим далее стих 5 чтобы в тайне стрелять в непорочного они ждут они внезапно стреляют него и не бояться это пятая они внезапно стреляют его и не бояться как они стреляют Они сначала как бы поглаживают вас Какой замечательный и чудесный парень Затем чудесный парень Затем внезапно выстреливают вас Как это произошло? Это сатаническое Сначала говорят, Иисус удивительный Затем его распинают Это природа мира, в котором мы живем Пастор Льюис сказал это Он сказал, если вы ищете справедливости в этом мире Вы будете разочарованы Потому что человек сотворен, чтобы обнаружить Бога Обнаружить конечную справедливость и познать Бога Когда я обнаруживаю Бога, тогда у меня есть способность жить в этом мире Проходить через атаки, недопонимание и становиться жертвой зла Даже тогда, когда Иисус был жертвой, Он был победителем Из-за того, о чем мы будем говорить во второй части этой проповеди Далее стих 7 Они утвердились Они утвердились В злом намерении Другое слово Совещались Совещались Скрыть сеть Говорили Кто их увидит? Кто их увидит? Знаете, какой ответ на это? Бог увидит Притча 15.3 Бог видит вас Они говорят Это сойдет нам с рук Мы избежим наказания Мы избежим наказания за убийство И нападение Они никогда не найдут нас Они никогда не раскроют это Кто их увидит? Они все делают невидимым образом Сколько раз здесь используется слово втайне и внезапно? Много раз Стих 6 Изыскивают неправду Делают расследование за расследованием Они копают в вашем шкафу, чтобы найти кости Они ищут падение праведного человека Они пытаются обнаружить Кто не ненавидит и не соглашается с ними Что мы можем найти? Как мы можем похоронить этого человека? Они делают расследование за расследованием Даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца Они очень умные Глубоко вовлечены Очень способные Они очень умные Они очень хорошо взаимосвязаны Это невероятно Здесь очень хорошо объясняется это Теперь вступает Бог Стих 7 Но поразит их Бог Вы забыли о Боге? Я не видел Бога Думаю, что нет никакого Бога Вы забыли о Боге? Но поразит их Бог Стрелою Внезапно Будут они уязвлены Они внезапно погрузятся в депрессию Останутся внезапно без друга Будут повешены Внезапно Будут оставлены людьми Внезапно Стих 8 Языком своим они поразят самих себя Все, видящие их, удалятся от них Люди покинут их Отделяться от них Они будут оставлены на обочине Это неважно Бог сделал это И убоятся все человеки И возвестят тело Божье Это наша надежда в нашей стране Надежда состоит в том, чтобы мы делали правильное Праведное Обнаружили Бога Который поставит наших врагов В определенное место В свое время Это наша надежда Я не знаю Я не могу обещать это Я не знаю истории Я не знаю, какое наше будущее Я не знаю, что будет происходить Я очень обеспокоен о нашем будущем И тем, что они делают О чем они говорят Что происходит Я шокирован Я не теряю никакого сна из-за этого Но это в моем уме Я не могу поверить в это Один католический кардинал сказал Во время, когда сносили статуи Он сказал Похоже, скоро мы останемся без статуй Возможно, затем снесут и меня И вас Потому что наша история Это история несовершенных людей Это история несовершенных людей Но возможно, в течение их жизни Как, например, Кристофор Колумб был перенесен во внутреннюю гавань Прошлым вечером Он жил давным-давно Вы не сошли с ума? У вас есть понимание? Это из-за того, что он из Европы Что он белый Какова причина? О чем мы говорим? Что происходит? Меня это не беспокоит Это статуя Однако, меня тревожит Работа зла Люди нуждаются во Христе Это то, что необходимо Мы нуждаемся во Христе Мы поговорим об этом через минуту Бог совершит свою работу Здесь сказано об этом Люди убегут Стих 10 И убоятся все человеки И возвестят дело Божие И уразумеют, что это его дело А праведник возвеселится О Господе И будет уповать на него И похвалятся все правые сердца Итак, в чем нуждался Лот? Откроем Бытие 19 главу Пожалуйста И пришли те два ангела в Содом Вечером Когда Лот сидел у ворот Содома Стих 1 Лот увидел и встал, чтобы встретить их И поклонился лицом до земли Он пригласил двух ангелов в свой дом Кстати, у этих ангелов нет крыльев Это два ангела, которые выглядят как человеки Но они ангелы Зайдите в дом раба вашего и ночуйте Нет, мы ночуем на улице Он оподрял их зайти в его дом Стих 3 Он же сильно упрашивал их И они пошли к нему И пришли в дом его Он сделал им угощение И испек пресные хлебы И они ели Еще не легли они спать Как городские жители и Содомляне Окружили дом Они окружили дом Это то, что я ощущаю Они окружают Они напористы Они окружают Они окружили дом Выведи нам этих людей Мы познаем их сексуальным образом Об этом здесь говорится Давайте прочитаем это Окружили дом От молодого до старого Весь народ Со всех концов города Сколько людей И вызвали Лота И говорили ему Где люди, пришедшие к тебе на ночь Выведи их к нам Мы познаем их Лот вышел к ним Ко входу И запер за собой дверь И сказал Братья мои Не делайте зла Вы читаете Библию Так, как я читаю Библию Вы понимаете эту тему Вы понимаете, что происходит в этой истории Вы осознаете, что есть природа зла Которая возрастает Здесь нет двух партий Здесь одна партия Это партия Содома и Гаморы Это все Только одна партия Здесь нет двух партий В нацистской истории Германии Была одна партия Там не было двух партий Была одна партия Они ликвидировали людей в одну ночь. Адольф Гитлер в одну ночь устранил 106 человек, которые были способны бороться с ним. Ночь называется Ночью Длинных Ножей. Они были устранены в одну ночь. Они зашли в их дома, когда они принимали душ, ванну, готовились ко сну. Они были убиты в ту ночь. Он устранил свою оппозицию. Человек зла. Каким образом они преуспели в течение многих лет? Каким образом они были успешными? Как такое могло произойти? Как это произошло? Как такое произошло? Как могло произойти это зло? Как они могли убивать, лгать, тайно собираться? Пастор Герри Грюнвельт однажды побывал в одной окрестности, где лидеры Рейха собрались, чтобы сформировать их стратегию по лагерям смерти в Польше. Это был район и место, где они собрались, чтобы сформировать стратегию систематического убийства миллионов людей. Невероятно. Я зол. Возбужден. Я ненавижу пассивность, безразличие. Я ненавижу бесхарактерные отношения. Я ненавижу недостаток духовности. Я ненавижу компромисс мира ко греху, невежество, гордость, разделение, зависть, ревность. Мне это не нравится. Я не могу вынести это. Я просто не могу вынести это. Псалом соты. Это очередная проповедь из четырех. Если вы прочитаете Псалом соты, вы увидите, как Давид сказал, «Буду ходить непорочности моего сердца, не положу предачами моими вещи непотребно. Дело преступное я ненавижу. Сердце, развращенное, будет удалено от меня. Если они отвернутся от тебя, они не прилепятся ко мне. Они не прилепятся ко мне. Я не буду иметь ничего общего с ними. Я буду любить их. Я молюсь за них и так далее, но у меня нет времени для них. У меня нет отношения компромисса с тем, что Иисус делится с нами в нашем сердце Духом Святым. Что помазание Бога будет совершать в нашем духе и в нашем сердце, как мы слышали сегодня». В завершении откроем Римлянам 12 главу. Хотя, я думаю, что я поделился всем этим. Я не плохая личность. Что плохого в том, что я говорю, я человек, и я люблю мою жену. У нас есть семья, я люблю своих внуков, я люблю церковь, я люблю семьи, которые остаются вместе. Мне нравится, когда парень влюбляется в девушку, они любят друг друга, происходит прекрасное чудо, они влюбляются в друг друга. Это Бог. Бог совершает это. Бог воссоединяет людей. Если этого не происходит, тоже слава Богу. Слава Богу за это также. Вы заталкиваете мне это в горло. Мне это не нравится. Оставьте меня в покое. Оставьте меня в покое. Я хочу есть сосиски. Я хочу лимонад, иметь дом. Я хочу, чтобы у меня была работа, друзья, церковь, Библия, молитвенные собрания. Я хочу совершать миссионерскую работу. Я хочу нести Евангелие миру. Оставьте меня в покое. Мне нравится мебель Икея. Мне нравится покупать ее. Но почему вы делаете это со мной? Почему вы делаете это со мной? Вы что, сошли с ума? Это дух. Это дух века. Если остается только одна партия, в конце концов, совершится невероятное. Все должны будут говорить, что говорят они. Все должны будут верить в то, что верят они. Все должны вести себя в соответствии их слов. Они безумны. Они не знают, о чем говорят. Они разоряют, разрушают, причиняют боль людям, здоровым людям. Они обучают людей. Скажите мне, вы что, шутите? Маленькая девочка приходит и говорит, «Папа, я мальчик». Родители, школы, учителя. Я не знаю. Извините. В это просто трудно поверить. Я сказал достаточно об этом. Давайте перейдем теперь к хорошей части, если сможем. Римлянам 12 глава. Кстати, я не кричу «Ура» самоправедности. Я не говорю «самоправедно». Мы говорим о том, что Бог говорит в Его Слове и совершает в вашем сердце. Это мучило праведного Лота каждый день. Они были перед Его лицом и не позволяли Ему уйти. Каждый день это мучило Его. Каждый день. Почему я переехал в это место? Почему я живу здесь? Он не мог выбраться. Он не мог покинуть это место. Это мучило Его. Откроем Римлянам 12 главу. Первый стих. Итак, умоляю вас, братья. Он умоляет. Милосердием Божиим. Представьте тела ваши, жертву живую. Я скажу нечто о наших телах. Вы родились выше. До этого ваше тело было ваше. Вы делали все, что хотели. Но когда вы родились выше, все поменялось. Теперь это Божье тело. Мое физическое тело больше не мое тело. Несмотря на то, что я веду себя, как будто это мое тело. Я ем, забочусь, как будто это мое тело. Но на самом деле, это Божье тело. Это Его храм. Первая Коринфянам 6 глава. Мы отдаем Его, как живую жертву, мое тело. Возможно, я ел слишком много, пил много. Пребывал в небрачной связи, в сексуальной жизни, вне брака. Мои глаза, мои уши, мой язык. Вещи, которые я говорил, слышал или делал. Это правда для всех нас, что мы жили с понятием, что это мое тело для моего удовольствия, для моей жизни. Это мое тело. Я хочу жить своей жизнью. Это мое тело. Это мое тело для меня. Мои похоти, страсти, желания, амбиции, мотивации. Это тело мое тело. Павел сказал, умоляю вас. Я умоляю вас. Благодаря новому рождению у вас есть ум или духовное мышление. Когда у вас есть духовный ум, вы осознаете, что духовный ум выше тела. Тело является инструментом, но ум – это то, где мы в действительности живем, в моей мотивации, в моем сердце, в моей жизни мыслей, в моем размышлении и поклонении. Необходимо сказать кое-что об этом простым способом. Есть нечто негативное. Я могу посмотреть на женщину один раз, она привлекательна, но я снова не посмотрю. Я помню, как, будучи молодым человеком, я осознавал кое-что. Возможно, это Бог показал мне, что меня будет привлекать молодая дама, но я хотел жить с Богом, поэтому я не смотрел снова, потому что это было подобно жертве Бога, Богу. Я принес мои глаза в жертву Богу и не смотрел снова. Это жертва моей возможности. Я теряю возможность посмотреть снова, потому что я хочу найти Бога. Я хочу познать Бога. Я чувствую, возможно, Бог поможет мне, Бог почтит меня. Мы не были совершенными, но осознавали нечто духовное, воспринимая мое тело как жертву живую Богу. Я мог украть что-то, но я не хочу больше этого. Рука больше не принадлежит мне. Она принадлежит Богу. Моя рука принесена в жертву. Моя рука принадлежит Богу. Я не краду, потому что это Божья рука. Я принес ее как жертву. Я мог бы убежать и сделать что-то, но я бы хотел, чтобы Бог вел меня и руководил мною. Это очень хорошее мышление об этом. Есть нечто негативное с точки зрения жертвы. «Я потерял мое право в отношении моего тела и моей жизни». Стих первый. «Милосердием Божьим» – это ключ. «Милосердием Божьим» вы представляете ваше тело в жертву живую, святую, благоугодную Богу. В этом суть. Это ключ. Святая, благоугодная Богу. Вы помните Авеля и Каина? Вы помните Авеля и Каина? Каин не был угоден. Авель был угоден. Это разница в нашей стране. Я думаю, что коронавирус изолировал и разделил людей по группам. Были массовые беспорядки, протесты. Я за протесты, в хорошем смысле, легальным путем. Я не против этого. Я также осознаю, что есть несправедливость. Я также против вещей, которые неправильные. В этом нет никакого вопроса. Но я также хочу сказать о беспокойстве в человеческом сердце. Ненависть, гнев, анархия, восстание, убийство. Многие выражения, которые могут происходить из нашего сердца. Потому что наше служение не угодно миру. Когда оно угодно? Когда оно угодно? Вы можете почувствовать это. Оно угодно. Боже, я принят. Оно угодно. Мое поклонение угодно. Используем такую иллюстрацию. Я смотрю на женщину, но я не посмотрю на нее с того. Я иду своим путем. Дух наполняет меня. Дух говорит с моим сердцем, ведет меня. Тут же я поглощаюсь лучшей природой. Я поглощаюсь нечто драгоценным, вечным и ценным. Многие люди, которые постоянно впадают в походи души, находятся в постоянном беспокойстве и разочаровании. Они не чувствуют, что они приняты Богом. Они глубоко обеспокоены в своем сердце. У них есть эти выражения. Стих 1. В жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Разумное служение означает умственное и духовное поклонение. Разумное служение. Это означает, что ваше поклонение умственного измерения. Это то, как я размышляю глубоко в сердце. Как мы служим Богу. У нас есть слово поклонение и служение. У нас есть церковное служение. Мы служим Богу. Мы поклоняемся Богу. Это то же самое слово. У нас есть духовное, умственное поклонение Богу. Слышание Библии – это наивысшая форма поклонения. Умственное понимание и восприятие от Бога того, что Он должен сказать нам. Стих 2. В завершении. И не сообразуйтесь с веком Сим. На что похож этот мир? Тайные встречи, стрельба стрелами внезапно, заговор, мошенничество, формирование групп, нацеливание на праведного Иисуса, нацеливание на праведных людей. Внезапно они выстреливают непорочного, праведного, праведника. Внезапно люди собрались вокруг дома Лота. Почему бы вам не оставить Лота в покое? Они не могут. Это духовное. Они в Его доме. Они нацелены на Него. Жизнь верующего состоит в том, чтобы не сообразовываться с этим миром, но преобразовываться и говорить. Извините за ваши проблемы. Извините за ваши проблемы. Я могу помолиться за вас. Я могу дать вам Евангелие. Если вы сможете поверить в Иисуса, Он может дать вам новую жизнь. Мне жаль, что вы переживаете беспокойство, трудности, замешательства в вашей жизни, как бы вы ни определяли это. Я тоже переживал это. Я также грешник. Я не лучше вас. Я не отличаюсь от вас за исключением того факта, что Бог отдал нам Своего Сына. Мы поверили в Него. Теперь мы приняты Им. У нас есть поклонение, которое является умственным поклонением, духовным поклонением. Наши тела не контролируют наши жизни. Это прекрасно. Наши тела не контролируют наши тела. У нас есть духовная жизнь, где у нас есть власть, римлянам шестая. У нас есть нечто в нашем сердце и уме, что мы в действительности можем почувствовать, что у нас есть власть над нашим телом. Мне не нужно смотреть на это. Бог дал мне власть над этим. Мне не нужно смотреть на это. Мне не нужно быть нечестным. Бог дал мне чувство честности в моем сердце. Псалом сотый. Я не делаю что-то тайно, чтобы разрушить чью-то жизнь. Псалом 63. Мы стоим в присутствии Бога. Они говорят, кто увидит их? Авраам стоит в присутствии Бога в Бытие 18.25, молясь за Содом и Гоморру. Почему Авраам молится за Содом? Потому что Авраам – друг Бога. Благодаря тому, что он друг Бога, его служение является совершенной, угодной и разумной, и святой. Авраам – соль земли и жизнь мира. Молитва Авраама может принести оживление. Наши молитвы могут изменить вещи. Не обманывайтесь тем, что все закончилось. Это не закончилось. Бог может послать оживление, смирить людей. Возможно, коронавирус был одним шагом ради этого. Возможно, произойдут другие вещи, которые могут стать большим несчастьем. Мы не знаем. Но мы можем сказать, что если наш ум обновлен, с нами все будет в порядке, потому что у нас будет послание посреди катастрофы. У нас будет служение посреди трудностей. Мы в убежище нашего Господа Бога. Он – наша безопасность, убежище. Он – наше послание. Он – есть Слово Божье. Стих 2 в завершении. «Но преобразуйтесь в обновлении ума вашего, чтобы вам познавать». Это своего рода свидетельство, когда ваш ум обновлен, это похоже на свидетельство, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная, в которой вы находитесь. Я говорил это в начале, что вы чувствуете, что это благо. Я получил это. Благодарю Тебя, Господи. Это благо. Я получил это. Это ясно для меня. Это в моем сердце. Это благая, угодная и совершенная воля Бога. Благодарю Тебя, Господи. Мы обучаемся и возрастаем в этом, как люди. Как люди. Я думаю, поэтому в течение этих лет, как духовная семья, мы действительно любим друг друга. Потому что Дух доказывает нам, что есть благая, угодная и совершенная воля Бога. Это доказано нам. Мы можем чувствовать и ощущать, что это благо. Это благо. Это путь жизни. Бог почитает нас. Бог присутствует с нами. Вы знаете об этом. Это жизнь тела Христова. Это служение Христа. Знаете что? Дьявол видит, что вы знаете, что у вас есть нечто. Он видит это. Когда он видит, что вы знаете это, тогда он будет стрелять стрелой на совершенного. Стрела будет выпущена во весь город, во всю страну, во весь мир. На ней ваше имя. Они выпустят стрелу. Они хороши в этом. Дьявол хорош в этом. Он знает, что он делает. Он знает, как это сделать. Но у него есть проблемы, потому что он не Бог. Когда кто-то спросил меня, как мы узнаем, кто такой Антихрист, я сказал, знаете, я думаю, даже дьявол не знает, кто будет Антихристом. Возможно, он думал, что Адольф Гитлер является Антихристом. Дьявол мог сделать всевозможные вещи, но он не был Антихристом. Он был Антихристом с неопределенным артиклем. Но даже дьявол не знает, кто он. Почему? Потому что он не может появиться на сцене, пока Бог не позволит ему. Это Божье дело. Но дьявол сделает это, однако он не может сделать это, когда пожелает, потому что он не Бог. Но дьявол сделает это, однако он не может сделать это, когда пожелает, потому что он не Бог. Он может сделать это только тогда, когда Бог позволит ему сделать. Бог открывает двери для него. Затем Бог вступает на сцену точно так же, как в случае с Иудой Искариотом. Дьявол не мог решить, когда Иуда совершит это. Это было последнюю вечерю. Это было совершенное время. Это должно было произойти в определенный день. Это было определенное событие. Когда дьявол понял, что настало время, он вошел в Иуду и сказал, «Теперь мое время, Иуда мой парень, я распну его». Я хочу сказать, что дьявол не знает всего, что происходит. Не беспокойтесь о нем. У него свои проблемы. Он не знает количество ангелов, когда они придут, что Бог совершает. Он не знает об оживлении, которые посылаются Богом. Он не знает о наших молитвах. Некто сказал, что мы молимся на языках, чтобы дьявол не мог услышать наши молитвы. Я ответил ему стихом из Колоссяна 3.3. «Мы сокрыты со Христом Боги. Я верю, что дьявол не приглашен в мою личную комнату молитвой с Богом. Я думаю, что Бог вообще не со мной. Я и дьявол не являемся партнерами. Мы не привязаны друг к другу. Он не приглашен внутрь. Это общение между мною и Богом. Он не знает, что происходит. Он знает много, Он очень сильный, но Он не может сделать это без Бога. Бог слушает нас. Мы являемся людьми, которые молятся. Мы те, кто говорят и просят. В Псалме 63-м сказано, что Он слышит наши молитвы. Мы не беспокоимся о враге. Мы не боимся его. Мы не беспокоимся о нем. Мы должны трезво мыслить, быть серьезными в отношении Бога. У нас должна быть духовная ориентация по благодати. Не беспокойтесь в мыслях, что у вас нет духовной ориентации. Не беспокойтесь об этом. У вас есть это, потому что Бог спас вас, и Он дал вам это. Дух будет обучать вас. Продолжайте приходить в церковь. Вы будете возрастать в этом, обучаться. Смирите себя перед Богом. Молитесь и просите Его помочь вам. Он будет отвечать, отвечать, отвечать вам постоянно. Он любит вас и меня. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Мы призваны в это время в нашей стране. Не волноваться или беспокоиться, но быть определенно ясными в нашем сердце и уме в отношении того, кем мы являемся, что мы думаем, во что верим. Что мы не принимаем и во что не верим. Простите, я думаю, что я живу в Америке. Я могу не соглашаться с вами. Извините, но я не верю в это. Извините, я не заинтересован в этом. Я люблю вас, но не говорите мне об этом. Я не заинтересован. Я люблю мою жену, моих детей, моих внуков, мою церковь. Я ищу миссии. Я хочу помочь людям. Я хочу жить так, как я обучился жить. По его благодати. И я не самоправеден вовсе на данный момент. Хорошо, аминь. Помолитесь со мной, пожалуйста. Отец, простыми словами хотим сказать, что обновленный ум – это ключ. Многие верующие, я помню проповедь Мартина Лоя Джонса. Вы можете поискать его в поисковике. Приходите к римлянам 12.1.2. Поищите в поисковике проповедь, которую он проповедовал. В самом начале он сказал, многие христиане страдают, потому что они не живут в обновленном уме. Они постоянно страдают. Это мои слова. Они страдают от искушений, компромиссов, страхов. Они волнуются и беспокоятся из-за того, что их ум не обновлен. Мы сказали об этом сегодня в общении любящих друзей, братьев и сестер. Много понимания, терпения, осознания. Мы не тревожимся и заботимся о людях. Но послушайте, есть вещи, которые происходят посреди нас и являются абсолютным злом. У нас нет ничего общего с этим. Нет, мы не желаем никакого зла. Мы хотим оживления. Мы хотим, чтобы Бог явил себя. Пожалуйста, стрельни в них внезапной стрелой. Враги Христа окружили нас в этом мире, в котором мы живем. Пожалуйста, сокрой нас. Пожалуйста, помоги нам. Пожалуйста, освободи нас. Пожалуйста, ободри нас. И даруй нам помазание. Есть некоторые пасторы, у которых, по правде говоря, нет помазания, потому что они являются такими мирскими. Их церкви в плохом состоянии. Там нет Евангелия, служения, духа. Это унижение и богохульство. Это плохое место. Это не Бог. Они лживые учителя, ложные апостолы, служители неправедности. Они продвигают нечестие. Господи, мы хотим пламени. Мы хотим оживления. Мы желаем действия Духа Святого. Если кто слушает моего голоса сегодня, Пожалуйста, придите к Иисусу, слушая Слово Божье. Иисус говорит, придите ко Мне. Те, кто приняли Его, Он дал власть называться детьми Божьими. Пожалуйста, придите к Иисусу. Отец, открой наши уста, чтобы говорить и служить людям творческим, любящим, личным образом. Образом, целенаправленно. Помоги нам. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.